Виктория Мирикова Виктория Мирикова Здравствуйте Меня зовут Вика В общем, меня немного нелегко говорить с этим микрофоном Если будет что-то непонятное, вы, пожалуйста, переспрашивайте Я бы хотела рассказать о наших результатах Мы рассматриваем такую задачу оптимального управления Х-двумерный вектор В общей постановке она выглядит так Управление – это весь первое производное И управление меняется в некотором выпуклом, компактном множестве Которое содержит начало координат во внутренности По поводу этой задачи у Льва Вячеславовича была статья Я в конце приведу ее в списке литературы И у Льва Вячеславовича уже были некоторые общие результаты Которые мы в дальнейшем использовали для более частных случаев Во-первых, для любой начальной точки у нас существует Единственная оптимальная траектория Если рассматривать функцию Пантрагена Там при Льм-Д0 равном или нет траектории Если положить Льм-Д0 равном к единице У нас будет единственная сопряженная функция Для начальной точки Х0 И для каждой начальной точки Х0 существует некоторый Конечный момент времени, начиная с которого И траектория, и сопряженная функция приходят в ноль и там остаются Также тут мы использовали функцию Белмана Она была у Льва Вячеславовича исследована Она строго выпекла класса С1 Можно вывести уравнение Белмана Из него получается такое соотношение на сопряженную функцию И дифференциал функции Белмана Я расскажу вам о таких результатах Мы эту задачу исследовали, когда Омега есть выпуклый многоугольник В этом случае с принципа максимума Несложно в явном виде получить оптимальный синтез И далее мы рассматривали Омега с некоторыми ограничениями Это сильно выпуклое множество Чтобы была гладкая граница И положили еще условие, что количество перпендикуляров Изначально координат, которые по предположению находятся во внутренности К границе множества Омега Что таких перпендикуляров конечное число Значит, начнем с результатов для многоугольника Мы попробуем опускать перпендикуляры из начала координат на сторону многоугольника Некоторые перпендикуляры будут попадать на стороны Если перпендикуляр попадает строго внутрь стороны Такой перпендикуляр мы будем называть экстремальным перпендикуляром Если рассмотреть функцию расстояния от начала координат до границы многоугольника, то такие перпендикуляры будут локальными минимумами данной функции, для выпуклого многоугольника. Локальными максимумами будут вершины, которые находятся между перпендикулярными к сторонам, которые образуют данную вершину. Они могут попадать или не попадать на стороны. Такие вершины мы будем называть экстремальными вершинами. Бывают также вырожденные случаи, когда попадает перпендикуляр в саму вершину. Это не будет ни минимум, ни максимум, но все равно мы выделим это направление, назовем его вырожденным. Ясно, что так как у нас, например, черных – это экстремальный перпендикуляр, зеленые – экстремальные вершины, и фиолетовые – это вырожденный перпендикуляр. Ясно, что глобальный минимум и максимум у нас все равно будет, поэтому есть хотя бы два – один экстремальный перпендикуляр и одна экстремальная вершина. Их черное число, они будут чердоваться, так как это локальные минимумы и максимумы. И ради интереса можно построить в таком новоугольном, где только один экстремальный перпендикуляр и одна экстремальная вершина. Их больше ничего нет. Мы его дальше увидим. Значит, для новоугольника получаются такие результаты. Есть особая траектория нулевая. Далее, вот этим вот особым направлением, трем типам, которые мы выделили, соответствуют траектории с постоянным направлением. То есть, если у нас есть некоторый, например, экстремальный перпендикуляр, то ему соответствует симметричная относительно начала координат такая оптимальная траектория. она приходит в ноль и в нуле остается. И это единственная оптимальная траектория, которая приходит в ноль с постоянным направлением. Таким образом, у нас плоскость будет разбиваться на конечное число секторов. Секторы могут быть невыпуклыми. Рассмотрим, как устроим оптимальный синтез внутри данного сектора. Эти сектора, в общем, сектора, которые между перпендикулярными, между нашими выделенными направлениями, как бы в этих секторах функция, расстояние от начала координат до границы, она строго монотонна по построению. Вот. Значит, результат такой. Данные секторы разбиваются на конечное число подсекторов, некоторыми прямыми. И управление меняется от… вот у нас V – это экстремальная вершина, A – это либо вырожденный перпендикуляр, либо экстремальный перпендикуляр, и функция расстояния строго монотона от A к V. Тогда у нас симметричная картинка. Эти прямые индуктивно посчитаны в обратном времени, и управление меняется от BN до B1. Движение порождается от траектории с постоянным управлением, которое соответствует наибольшему, наибольшему расстоянию от начала координат до границы, и они приходят в траекторию, которая соответствует наибольшему расстоянию от начала координат до границы. Вот. Какого отрезка? Конечное число потосекторов. Конечное. А при этом как время разбивается? Ну… там посчитано, но это не очень красивые формулы. Можно написать, что… Конечное число числе? Нет, нет. Конечное. Их они вот… тут, короче, вот эти самые x, x переключаются на вот этих вот прямых, когда сопряженный множитель переключается через перпендикуляры. Он сначала находится здесь, поэтому максимум достигается на вершине B1. Это конечное число переключение? Да, одинаково. Ну вот, зависит от числа перпендикуляров. Далее сопряженный множитель переходит на… уже… ну, переключается, и максимум скалярного произведения PU уже будет достигаться на следующей вершине. И поэтому переключается в управлении. Вот. Тут несколько примеров. Здесь нет вырожденного перпендикуляра. Вот. Вырожденный перпендикуляр, он играет, получается, в одном секторе ровно и большего расстояния, а в другом секторе наименьшего. Поэтому вот с одной стороны в него входит траектория, с другой стороны он сам их порождает. Ну, а это тот самый многоугольник, где только один экстремальный переключатель и одна экстремальная вершина. Вот. Далее рассмотрим задачу с гладким множеством омега. Мы хотим попробовать приближать множество омега выпуклыми многоугольниками, вписанными в него, и попробовать совершить предельный переход и посмотреть, можем ли мы получить какие-то свойства оптимального синтеза. Для этого мы перейдем к дифференциальным включениям. Можно доказать, что вот если рассмотреть эти дифференциальные включения для нашей задачи, то для них существует единственное решение, и оно является оптимальным. Вот. Нам будет удобнее к ним перейти и попробуем доказать следующую теорему. В предположении, что у нас есть последовательность омега n-ных, это многоугольники, которые вписаны в омега, и в предположении, что омега n-ные стремятся к омега, вот в этом смысле, например, попробуем доказать, что расстояние Хусдорфа у n-ного от x и у от x стремится к 0 равномерно по x. Но для этого мы будем доказывать следующее утверждение, что p-m от x равномерно стремится к p от x при x из компакта. Отсюда вот при помощи различных, ну, в основном с использованием определения r-максимума и различных там неравенств мы получим нашу теорему. Вот. Чтобы показать это утверждение, мы воспользуемся функцией Белмана, поскольку мы уже про нее что-то знаем. Мы знаем, что она строго выпукла и класса c1. Также для функций Белмана можно при помощи различных замен доказать данную лену, а также, ну, если мы будем вписывать многоугольники, а потом найдем некоторое число а меньше единицы, для каждого многоугольника мы найдем некоторое множество, которое вписано в этот многоугольник. Ну, отсюда мы можем получить вот данное утверждение и зажать функции Белмана для задач, для последовательности, для фиксированного n между вот функцией Белмана для нашей задачи для гладкого множества. Отсюда мы получаем вот следствие стремления и равномерное стремление на компакте. Далее, чтобы показать равномерную сходимость дифференциалов, ну, это там выкалки, в основном, связанные с мат-анализом, возможно, есть какая-то теорема для выпуклых функций, но я его, к сожалению, не знала, нам пришлось, ну, в общем, они достаточно технические, сначала мы доказывали для одномерного случая, потом доказали в зависимости вот параметры, которые из компакта, в общем, с помощью этой лемы доказываются и для двумерного случая. Вот. Теперь по поводу результата для гладкого множества. Вот тут похожая теорема, что есть особая траектория 0, а также есть выбранные направления, которые соответствуют траекториям с постоянным управлением, и траектория с постоянным управлением соответствует только этим направлением. В данном случае это просто перпендикулярно означает координат к границе множества. Это либо, опять-таки, локальные максимумы и минимумы, либо точки перегиба. Таким образом, у нас, в нашем предположении, конечное число перпендикуляров, поэтому у нас тоже есть разбиение на секторы. траектория. Здесь у нас, пусть у нас траектория с управлением А, которая соответствует наименьшему расстоянию. И здесь траектория с управлением В, которая соответствует наибольшему расстоянию. траектория. Тогда у нас есть такие результаты. Во-первых, вне нуля у нас единственность, траектория пересекается только в нуле, и вне нуля у нас траектории гладкие. Далее, для любой точки Х0 внутри такого сектора, траектория приходит с управлением, вновь с управлением равным А. Если же рассматривать время на минус бесконечность, то управление стремится к В. траектория. Если мы проведем луч такой, то у нас в этой точке управление смотрит строго, лежит в этом секторе. Луч, значит, такой угол между этим лучом уменьшается, и между лучом уже угол увеличивается. Кроме того, все? А, оно заканчивается. Короче говоря, модуль управления, модуль самой траектории и модуль сопряженной функции строго уменьшается внутри этого сектора. Здесь пример, когда точка, начало координат находится внутри, и валюты эллипса, у нас будет 4 перпендикуляра, и картинка тоже такая, что траектории движутся от максимального расстояния к минимальному. И здесь у нас находится на границе, то есть одна есть точка перегиба, которая опять-таки играет такую двойную роль. Ну и все, спасибо за внимание. Какие вопросы? Окей, мы спасибо нашим голосом, мы спасибо нашим голосом. Спасибо за внимание, ведь это было немного проговором. Продолжение следует... Продолжение следует...